Добрый день! Сегодня я вам расскажу про палетку In The Nude AW7 и сравню ее с Naked 3. И мы посмотрим, насколько они являются похожими или взаимозаменяемыми. Начну я, как обычно, с пигментации. Я буду давать из 10 баллов какие-либо баллы этой палетки. Итак, пигментация. Про пигментацию я из 10 баллов даю этой палетке всего лишь 7 баллов. Она достаточно хорошо пигментирована. Но отсюда же сразу вытекает следующий пункт, по которому я ставлю баллы. Это работа с тенями. И когда вы начинаете работать с тенями, вы понимаете, что сразу улазят такие пункты. Одни, которым, когда вы пользуетесь одной палеткой, вы ею становитесь довольны. А другие пункты, от которых просто вы понимаете, что нет, это минус этой палетки. И, возможно, я ее больше не куплю. Так вот, In The Nude это вот такой случай. Во-первых, тени крошатся очень сильно. То есть, пользоваться кисточками с натуральным ворсом я не советую. То есть, тут нужны кисточки, которые берут очень мало материала. Это, скорее всего, продукты. Это, скорее всего, синтетические кисточки. Ну, то есть, вы сами знаете, какие у вас кисточки, сколько продуктов забирают. Это первое, что мне не понравилось. То, что они крошатся. Второе, чем я не очень довольна, тем, что, несмотря на свою хорошую довольно-таки пигментацию, когда начинаешь наносить тени на веки, то, особенно это происходит с темными тонами, когда ты растушевываешь их, то тени чуть ли не испаряются. То есть, они не становятся такими, какие они были в палетке. То есть, если это был, например, темно-коричнево-розовый, то он превращается всего лишь в обычный темно-розовый. И чтобы придать ему ровно тот цвет, который был в палетке, вам придется наносить эти тени как минимум три раза и растушевывать их. И мне это показалось таким довольно-таки большим минусом. То есть, используя, например, палетку Негид, вы нанесли сразу, может быть, второй раз для большей насыщенности, но вы не делаете по 10 раз всякие штрихи, чтобы добиться определенного результата. И вот это, я считаю, что это минус. И работа с тенями из 10 пунктов я даю ей всего лишь слабую четверочку, потому что я была немножечко недовольна из-за этого. Следующий пункт — это как долго они держались. Я, как обычно, наношу тени на основу, и держались они очень долго, они держались весь день. Об этом я не могу пожаловаться. Из 10 пунктов то, как они держались, я даю 9 пунктов, потому что, ну, ладно, может быть, я притираюсь, может быть, можно дать из 10-10 пунктов. Они не скатываются, они совершенно такие же на глазах, как вы их нанесли в самом начале. Итак, цена и качество. К примеру, если палетка In The Newt стоила бы больше, чем 8 евро, я бы ее не купила уже. То есть, если она стоит 12-15 евро, я не стану ее покупать, потому что по сравнению с другими палетками от W7 у нее есть недостатки, и эти недостатки я не могу не заметить. Так, палетка, в принципе, нормальная, если не обращать внимания на такие вот мелочи, как работа с тенями, то, в принципе, я палетку рекомендую к применению. Вот, это то, что я хотела о ней сказать. А теперь я перейду к сравнению этой палетки с палеткой Naked 3. Вот, вы, наверное, сразу узнали вверху палетку Naked, внизу In The Newt. Как вы видите, цвета похожи, но они не являются копией, точной копией они не являются. Я сейчас покажу вам сводчи. К сожалению, как обычно, камера не показывает стопроцентно то, что вот получилось. Вверху Naked, внизу In The Nude. Так, сейчас. Обратите внимание, что верхняя палетка Naked, она намного ярче. Она намного ярче, и оттенки, они все-таки другие. Сейчас я пройдусь по самой палетке. Как видите, вот я делала сводчи, и вся палетка, она в крошках. Ничего не поделаешь. Светлые оттенки здесь, в принципе, пигментированы хорошо. То есть, они осветляют там, где надо, или оттеняют что-либо. На них я, пожалуйста, не могу. Второй цвет, в отличие от цвета Naked, в этом больше блесток. Потом, вот эти вот конечные, они совсем-совсем не похожи на Naked, потому, когда ты наносишь их на глаза, на веки. И вот этот последний, как я уже говорила в первом вступительном видео, что он совсем не похож ни на один цвет в палетке Naked, а скорее похож на тот, который в палетке Catrice Absolute Rose. Ну, вот такое вот достаточно короткое сравнение. Пока могу сказать, что палетка все-таки меня немножечко разочаровала. Я все-таки ожидала, по сравнению с другими палетками от W7, я ожидала больше достоинств, чем недостатков. И за такую цену, в принципе, я не могу пожаловаться. Нормальная цена для 12 теней в палетке. Вот такое ревью на палетку Naked Naked. Я надеюсь, что обзор вам понравился. Всем до свидания и до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok